здравствуйте друзья есть интересная тема которая сейчас не только сейчас вообще в связи с новой администрации вот последние полгода обсуждается очень широко это утечки ну вот люди которые как бы при должности и вроде бы не положено им лишнего болтать они раз вот и тут слили там слили здесь слили ну что слили компромат слили естественно или там некую информацию из которой понятно что компромат вот сегодня например слили стенограмму записей телефонных разговоров президента трампа это было бог знает когда там в январе 27 января полгода прошло 27 января значит он беседовал с президентом мексики он беседовал с премьер-министром австралии кто-то кто там еще третий был очень короче слили и там он как бы да это это классифайт информация это не положено это доступ к этому вообще очень ограничен там ну не положено то есть это как бы серьезный проступок на самом деле то есть ничего там такого нет никакой никакого ущерба национальной безопасности упаси бог там нет но там видно как трамп общается с людьми и вот он в частности вот мексиканскому президенту говорит что у нас там вообще вся страна там из-за ваших наркотиков значит вот там штамп них штат нью-хэмпшир вообще превратился там вообще там сплошные наркотики и он там как что как он сказал от драг-фестед драг-фестед дэн так он говорил ну в общем сейчас вот все возмущаются там из штата нью-хэмпшир что он так и что они за него проголосовали потому что такие проблемы с наркотиками что вот он должен их решить вот ему мандат при том что за него они не проголосовали нью-хэмпшир голосовал за клинтон с небольшим перевесом но за клинтон но в нью-хэмпшире трамп был первым среди кандидатов республиканцев республиканцев вот нет не то чтобы за него там проголосовало большинство штата такого не было ну и вот еще они там за него голосовали он сильно опередил кейсика который губернатор штата ага там чуть ли не двое больше голосов набрал и тогда то есть может быть он горд был момент именно этим не за слили до этого все время значит вот были какие-то утечки и утечки были вино как бы вина за утечки ответственность за утечки была возложена на руководителя аппарата белого дома вот этого прибуса который до до этого был руководителем республиканского национального комитета это большой человек в иерархии республиканской партии вот и но он он как бы руководит администрации то есть все люди которые в администрации они все под ним то есть это не начальник кадров он там называется как-то так похоже на начальника кадров но это не так на chief of staff chief of staff как бы начальник кадров как бы но но это не то не то это руководитель администрации и вот как бы вот он как бы все вызвал негодование ушли его нету взяли генерала который тот в общем все порядок наведет и так чувствует генерал хороший так мог бы но утечки штука такая понимаете не знаешь кто не знаешь чего как они там это поймают я не знаю меня в этом во всем забавляет один момент я я не хочу сказать что утечки это хорошо вот правда я я считаю что люди которые на должности они должны выполнять свои обязанности на этой должности если например они не могут их выполнять эти обязанности они должны были бы уйти в отставку например все но не нарушать должностные обязанности с другой стороны они как бы делают какие-то вещи внутренне оправдывая себя тем ну кроме может быть материальной компенсации если там есть какая я не знаю внутренне оправдывая себя тем что это лжецы они обманывают общественность и мой долг гражданский как человека который знает что они обманывают страну общественность там и так далее вывести лжецов на чистую воду может быть это их мотивация честное слово не знаю я понимаю я как бы могу понять эту точку зрения и эту точку зрения и и как бы все понимаю решение у меня нет но есть один единственный аспект в этой проблеме который я думаю вот на сегодня является ключевым потому что утечка мы не по не поборем вот а кое-что можем для себя как бы так заметочку сделать и вот сказать да да значит когда во время избирательной кампании были утечки как бы не утечки а были хаки да там из но против демократов да из самых разных источников я уж там всех не помню и даже если бы хотел там вспомнить это надо было бы репу почесать там нет не хочу заниматься но было несколько утечек и был момент очень интересный когда два человека не сговаривали а может быть и сговаривались мы не знаем один из них трамп другой путин может и сговаривали сейчас все говорят что наверняка что такое было вот я не доставил пусть будет не сговаривались два человека сказали одно и то же и вот это одно и то же я думаю они должны сказать себе сегодня одно и то же звучало так я слышал обоих я слышал как путин это говорю я слышу как трамп это говорю вот своими глазами ушами и так далее это было на экране слова были такие какая разница как эта информация попала в прессу существенен только один вопрос правда это или нет а чем тут путин когда что быть россия там какую-то информацию там русские хакеры то шмакеры там кремль какая разница как попало то ну это правда или это неправда вот же что важно то же самое трамп один в один и я думаю что в этом какая-то логика же есть правда друзья но вот вы вы согласитесь со мной какая-то логика в этом есть какая-то конечно мы понимаем что если бы допустим по-честному то надо было бы тогда из всех шкафов скелета доставать а не только там скажем только демократических правда вот уже тогда копаешь копает про всех давай пусть народ знает какие все уроды а так и получается что вот мы мы не будем политизировать я просто рассказываю что конечно там сложнее чем просто вот правда это или неправда это это конечно рассчитано на людей таких ну как бы который только одна правда там скажем две или три или четыре они уже начинают нервничать и хотят дать вам в морду за то что вы на нервы им действует но вот я спрашиваю а чего бы вот допустим этим все вот трамп очень переживает что там какие-то утечки почему бы он не спросил себя но это правда или это неправда но если это действительно правда ну так значит хорошо я больше скажу если бы эти утечки типа утечки были бы чистой ложью он бы ликовал он бы радовался он бы прыгал до потолка он бы кричал про фейк news и показывал бы пальцем и все бы ему сочувствовали но для него вся кошмарность этих утечек состоит именно в том что это правда то есть мы сегодня видим что на самом деле если утечка является правдой то в этом есть известный трагизм для того про кого утечка то есть когда правда утекла про клинтон что значит для нее это было трагично когда правда утекла там допустим про трампа во время избирательной кампании когда он там женщин за разные места хватал и хвастался этим это для него было трагично вот для него это было трагично хотя это не было именно утечкой так сказать ну как бы неожиданно для него вот поэтому я хочу сказать друзья есть утечка и есть утечка есть они и есть мы это что хорошо для нас может быть очень плохо для них вот такая вот вещь слова не воробей вылетит и хрен с ним так так получается да сейчас сейчас все хочешь скажи и все вылетит статья была на вчера что ли позавчера видел я не читал но оглавление мне понравилось там написано было как трамп превратил политику в развлекательное шоу там для населения эти я помню знаете что я помню было время когда роберт фишер шахматист таскать великий вот когда роберт фишер он там устроил но он стал чемпионом но это было связано с всевозможными такими там перед рубаться медалекими от шахмат то есть как бы там эмоционально там все туда-сюда и вот фишер как бы поднял интерес к шахматам на до уровня интереса к боксу тогда бокс был очень популярным видом спорта вот он вот под не поднял на этот уровень а потом корчной там добавил дай бог ну вы может быть не знаете этой истории вам не надо но но тем не менее в общем это стало как бы так с элементом общественной жизни дискуссии вот так же как там не знаю богема там высокая мода там и так далее вот вот туда ушло вот то же самое сейчас произошло с политикой скучнейшие в общем-то вещи которые никогда не интересовали население а так в основном только каких-то очень сдвинутых и политизированных людей вот сейчас как бы массы вовлеклись вот и соответственно конечно много новых элементов таких забавных я вас и знакомлю счастливы друзья